В начале видео небольшие грустные новости. С 1 сентября в красную зону попали страны. Израиль, Казахстан, Грузия и США. То есть въезд граждан из этих стран в Болгарию с туристическими целями запрещен. Всем привет! Добро пожаловать в Болгарию! И сегодня хочу поговорить о чему же меня научила Болгария. Но в начале видео передаю пламенный привет. Светлана, Ирина и Сергей. Мы встретились с вами так неожиданно в центре Бургас. И так было приятно. Надеюсь, что у вас все задуманное получится. То, что вы себе запланировали. И надеюсь, что наша встреча не последняя. И еще, мои дорогие знатоки, мне нужна ваша помощь. Подписчица задала мне вопрос. Такая ситуация. Значит, они являются гражданами ЕС. И вот по прошествии пяти лет, что они проживают в Болгарию, им необходимо продлить документы. И они планировали, что когда придут продлять документы, им дадут ПМЖ. Но как оказалось, гражданам ЕС ПМЖ не дают. Скажите, пожалуйста, действительно это так? Или они попали к непрофессионалу? И еще один вопрос. А если в семье, допустим, мужчина гражданин ЕС, а женщина, допустим, гражданка России. Мне, кстати, тоже очень интересен этот вопрос. Дадут ли женщине гражданки России ПМЖ, при том, что ее муж гражданин ЕС? Жду ваших ответов с нетерпением. Очень интересно. Все, о чем я сейчас вам расскажу, это только мой опыт. Возможно, у вас он совершенно другой. Поэтому обязательно напишите мне об этом в комментариях. А сейчас поехали. Итак, Болгария учит тому, что если нет работы, иди работай хоть кем. Отбрось свои амбиции и иди работай, например, мети улицу или торгуй мороженым. А что делать, если нет денег? И если вы примете такое решение, например, торговать мороженым, никого из вашего окружения это не удивит. Это совершенно нормально. Я часто вижу, как молодые, накачанные, здоровые парни торгуют мороженым. Для меня, гражданкой России, это очень удивительно. Все-таки у нас, россиян, много амбиций. И, конечно, если кто-то знакомый тебя увидит, что ты торгуешь мороженым, это как-то ниже плинтуса. Но в Болгарии это нормально. Студенты хотят подработать, а когда нужны деньги, все работы хороши, этому учит Болгария. И вообще, как вы понимаете, ситуации бывают разные. Уважаем любой труд. Когда переезжаешь в Болгарию, очень бережно относишься к деньгам. Контролируешь все свои расходы. Смотришь, чтобы вода в кране не текла. Чтоб унитаз, этот бачок работал, никакой утечки воды не было. Потому что вместе с водой уплывают ваши денежки. Немалые причем. Контролируешь, что везде выключил свет. Почему так происходит? Во-первых, когда только переезжаешь в Болгарию, знаете, автоматом начинаешь пересчитывать курс. И получается, что как-то и вода, и свет очень дорого стоят. Конечно, прожив какое-то время, вы перестаете пересчитывать. Но вот этот рефлекс полного контроля воды и света остается. В России я, безусловно, тоже считала деньги и контролировала расходы. Потому что мне приходилось надеяться только на себя. Но, допустим, если я уезжала на работу и забыла бы где-то выключить свет, я не так сильно бы расстроилась. Болгария приучает нас к медлительности и не всегда к качественному сервису. Возьмем, к примеру, магазины. Допустим, вы приходите в магазин одежды. Вы знаете, как в России только зашел, тебе бегут навстречу, говорят, чем помочь. Еще была такая шутка, что помоги мне материально. Здесь вы этого не дождетесь. Никто к вам не прибежит. И вообще создается впечатление, что продавцам все равно, купите вы или нет. Как будто у них нет никакой заинтересованности. Вас едва ли заметят в магазине. Даже если вы придете в какой-то маленький магазин, где стоит за прилавком сам хозяин, здесь точно такая же ситуация. Также, если все-таки вы в магазине сами выберете товар, придя на кассу, вы заметите, что и на кассе совершенно не торопятся. Приведу вам пример. У меня был такой случай. Решила я поменять абажурчик на своей настольной лампе. Захотелось чего-то такого легкого, красивого. А здесь, в Бургас, есть один замечательный магазин. Два этажа, которые торгуют люстрами, всякими абажурами, настольными лампами, торшерами. Обожаю этот магазин. И вот, конечно, я приехала туда. Никто меня не заметил. Продавцы были заняты своим делом. Какие-то бумаги там что-то оформляли. Я выбрала сама себе абажур. Пришла на кассу. При этом, чтобы не было у меня каких-то проблем, я взяла с собой сразу лампу. Вот эту вот, на которую хочу прилепить этот абажур. Чтобы, знаете, домой прийти и понимать, что выглядит красиво, что подходит там же какой-то размер диаметра, должен еще подойти. Все это я взяла с собой. Пришла на кассу с абажуром. Достаю свою лампу. И самое удивительное. Помимо того, чтобы взять деньги только за абажур, с меня хотели взять деньги еще и за мою лампу. Хотя видели, как я ее достала из своего пакета. Но с этим мы очень быстро разобрались. Пришло время расплаты, так сказать. И вот все, по терминалу деньги прошли. Но что-то там на кассе происходит. То есть в компьютере что-то не могут сделать. Причем сделать не могут, но никто не приходит на помощь, никого не призывают, да, что помоги. И вот так я стою, говорю, может быть, я уже пойду. Мне говорят, нет, стой. И вот что-то там делают. Параллельно распечатывают какие-то еще документы. В общем, я так простояла минут 20. Уже терпение, конечно, заканчивалось. И когда уже, может быть, третий раз, я сказала, да в чем же дело, какие-то проблемы. Давайте отменим покупку, я приду в другой раз. Наконец мне распечатали вот эту вот бумажку, что я купила именно этот абажур. И я ушла. Вот учат меня быть терпеливой все-таки. Понятно, что я никуда не тороплюсь. Но знаете, вот энергия-то прет. Надо куда-то дальше бежать по привычке нашей российской. Когда вы приходите в Болгарии в кафе, первым делом при входе спросите, можно ли рассчитаться по карте. Очень часто в кафе вы должны рассчитываться только наличкой. Я, безусловно, понимаю, почему так происходит, что владельцу кафе нужна наличка. Но при этом сколько человек уходит. Вот мы приходим, спрашиваем. Нельзя рассчитаться, допустим, по карте. Конечно, мы идем и садимся обедать там или ужинать в другом кафе. Потому что искать где-то в туристическом месте терминал совершенно неинтересно. Почему владелец готов идти на такие потери? Все-таки сезон не такой длительный в Болгарии. Ну а обслуживание в кафе это тоже учит нас терпение. Допустим, пришли вы, наконец, все уладили, карты можно рассчитаться или у вас есть наличка. Сели, меню вам дадут быстро. Даже, возможно, у вас быстро примут заказ. Но затем вам придется набраться терпения и ждать. Поэтому, если кто-то торопится и хочет быстро в Болгарии перекусить, поверьте, этого у вас не получится. И даже, когда, наконец, вас накормили, деньги с вас будут брать точно так же очень медленно. И вот эта медлительность совершенно никого не удивляет. Это норма. Какая медлительность сложилась исторически, вы должны это понимать. И не забудьте оставить чаевые официанту. Меня часто спрашивают, какой размер чаевых нужно оставлять. Мы оставляем всегда 10%. Это нормально и все довольны. С вызовом мастера на дом вы тоже должны запастись терпением, не нервничать, терпеливо ждать. Если он не пришел в назначенный день, он придет обязательно на следующий день. Если он не отвечает на ваши звонки, это не означает, что про вас забыли. Часто бывает так, что когда мастер приходит, сам владелец уже, не дождавшись, его все отремонтировал. Болгария повлияла на мой стиль в одежде. Теперь я покупаю более комфортные вещи. Про каблуки совсем забыла. Они только по необходимости. Ведь в России я ходила все время на каблуках. И даже зимние сапоги. Несмотря на то, что зимой очень скользко, у меня были на высоченном каблуке. Представляете? Здесь мы много передвигаемся. У меня более спортивный стиль. Обувь на низком каблуке. Да и вообще здесь никто не обращает внимания на то, как ты оден. Никому до тебя нет никакого дела. В Болгарии я уже не удивляюсь, когда вижу, что на одно рабочее место берут несколько человек. Порой количество доходит до пяти. То есть там, где мог справиться один, в моем понимании, работает несколько человек. Мой муж вообще никак этого до сих пор принять не может, потому что он постоянно думает об эффективности. Вы, наверное, бывая в Болгарии, видели, как идет какой-то рабочий процесс. Работает один, а остальная группа товарищей стоят, курят или о чем-то разговаривают. Вот такой менталитет и вот такая система труда. Такой метод работы я замечала и при строительстве домов, и при уборке улиц. Возможно, это связано с очень большой безработицей в стране. И, конечно, все делается очень неспеша. Никто не носится, как заведенный. Нет в глазах вот этого, что ты должен выполнить какой-то намеченный план. Все медленно, с перекурами. А еще в Болгарии много улыбаются. Все медленно, неспешно, у людей спокойные лица. Мне это тоже передалось. И замедлившись, я стала больше замечать, что происходит вокруг. Я стала замечать это голубое небо. Я стала замечать, какие вокруг меня люди. Стала замечать, как болгары наслаждаются жизнью. Они действительно получают от жизни удовольствие, и нам надо учиться у них. Как ценят они свое спокойствие, свою неспешность. И начинаешь понимать, что не нужно ставить себе задачу выполнить все в один день. Нужно, чтобы этот день тебе запомнился. То, как ты его прожил. А не бегал и суетился. И пришел домой, упал от того, что был в таком стрессе. Болгары любят вечерние семейные посидинки. Они обсуждают все. И не устают по несколько часов вот так с семьей сидеть и общаться. За столом. Или просто уже когда поужинали. Пока я только пытаюсь у них учиться этой медлительности. Но скажу вам, это у меня не получается. Мне не хватает часов в сутки. Я все время куда-то несусь. Возможно, через год мы опять поговорим с вами об этом. А если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи. Пока-пока.